Парфюмерия и косметика Парфюмерия и косметика С темпом роста более чем в 13,5% и объемом 557 миллиардов рублей С учетом Крыма по итогам 2014 года рынок парфюмерно-косметических товаров России вошел в топ-10 крупнейших рынков Европы Об этом свидетельствуют данные РБК Доля России в объеме мирового парфюмерно-косметического рынка достигла 3-4% Прямые продажи и продажи косметики по каталогам являются вторым крупнейшим каналом сбыта Компании прямых продаж контролируют четверть розничного рынка России Хотя в ассоциации прямых продаж говорят, что показатель ежегодно снижается К примеру, пять лет назад на них приходилась треть косметического рынка России А Эйвен и Арифлейм обгоняли по оборотам лидеров традиционного ритейла Литуаль и Ривгош Совокупные продажи компаний-членов АПП в 2014-м были на уровне предыдущего года почти 142 миллиарда рублей В первом полугодии 2015-го, по данным ЕМИС, был зафиксирован почти 14-процентный рост продаж косметических и парфюмерных товаров Розничные продажи выросли на 10%, но в натуральном выражении сократились Лидирующая в России компания прямых продаж парфюмерно-косметической продукции Эйвен с долей рынка 28% Около 50-60% совокупного объема продаж в России она производит на заводе в Наро-Фоминске, открытом в 2004 году Основным конкурентом Эйвен на отечественном рынке является компания Арифлейм Производство которой также локализовано ранее на заводе в Красногорске, сейчас в новом производственно-логистическом комплексе в Ногинске Красногорский завод в октябре 2014-го был продан X5 Retail Group В прошлом году глобальная выручка Эйвен сократилась на 11% до 8,8 млрд долларов Выручка российского подразделения по данным Spark Interfax напротив увеличилась на 1% до 24,350 млрд рублей У Арифлейм же выручка в нашей стране падает четвертый год подряд в 2014-м на 0,8% до 17 млрд рублей Мировые продажи за тот же период снизились на 10% до 1,270 млрд евро Обе компании получили в Россию убыток по итогам 2014-го года Американская Эйвен была основана раньше шведской Арифлейм в 1886 году Но в Россию пришла позже конкурента в 1995-м Арифлейм же зародился в 1967 году и появился в России в 1992-м Причем изначально он осуществлял продажи через розничную сеть В настоящее время обе компании продают косметику и парфюмерию через независимых дистрибьюторов Для продвижения товаров Эйвен используются технологии прямых продаж Одноуровневый маркетинг у Арифлейм многоуровневый Сегодня продукция Эйвен продается более чем в 140 странах мира против 60 стран у Арифлейм Все-таки начнем мы, наверное, с того, что же такое сетевой маркетинг и прямые продажи О представителях которого мы сегодня говорим Сетевой маркетинг это, по сути дела, продажи через каталог Но не просто через каталог А когда продавцам предлагают построить собственную сеть Быть не только продавцами, но и организаторами сети продаж По сути дела, они строят свои так называемые пирамиды Разной глубины, то есть они могут быть очень глубокие, как в Арифлейме И в Эйвене они менее глубокие Вот сама компания ограничивает глубину Для того, чтобы, в принципе, не уводить, скажем, представителей марки от продаж И не углубляться в построение вот таких сложных бизнес-структур Условно говоря, нет у этих компаний своей розничной сети То есть за счет этого можно в том числе регулировать ценовые параметры Это и есть розничная сеть У них нет просто магазинов, но это и есть розничная сеть И надо сказать, что основным отличием от розничных продаж Прямые продажи заключаются в том Что представители не только продают И зарабатывают деньги на разницу Закупочной и продажной ценой Но они также получают бонусы И очень часто значительно более крупные Анна, а у кого эти бонусы весоми? У Аймован или у Арифлейм? Кто больше замотивирован из-за дистриста? У меня нет такой информации о размере бонусов в этих компаниях К сожалению Ну, в принципе, бонусы примерно одинаковые на рынке Потому что иначе это было бы совершенно недопустимо В условии жесткой конкретной борьбы Поэтому здесь, скажем, поощрения достаточно схожи Но сам принцип, что человек, который продает косметику Он не только продает и получает возможность ее купить подешевле Или по этим ценам, по ценам каталога Но он имеет возможность зарабатывать деньги И для многих представителей Эйвана и Арифлейма Собственно, участие в прямых продажах То есть это как маленький бизнес Это дополнительный доход Для многих дополнительный доход Они еще где-то работают А для верхушки Это для определенного количества лиц Тоже немалого Это и достаточно крупный основной доход Где они, в общем-то, являются Достаточно хорошо оплачиваемыми Скажем, индивидуальными предпринимателями Татьяна, вот мы сейчас говорим об Эйване У него 28% на российском рынке Как раз таки прямых продаж У Арифлейма 20% И в этой связи хочется спросить Есть ли у них какие-то уникальные технологические разработки Потому что все, видимо, сводится к тому Что успех этих компаний пришел именно за счет Маркетинговой составляющей А в технологическом плане? Я бы сказала, что У них, конечно, есть уникальные разработки У той и другой компании И та и другая компания Охватывает все сегменты нашего рынка Это и белую косметику И уход за волосами И парфюмерию И декоративную косметику Но силы, вложенные в различные сегменты Они разные И упоры тоже делаются на разные сегменты У Эйвана традиционно Очень сильный сегмент парфюмерии Там очень много всегда бывает интересных новинок И много Там много изучается Но, конечно, никаких особо инновационных продуктов В парфюмерии придумать невозможно Генмолву все это не изобрел Все специфики этого продукта Но у Эйвана всегда была очень интересная линейка Косметических продуктов по уходу за кожей Где использовалось достаточно много новых ингредиентов И производство Эйвана, которое расположено в России И которое делает практически всю белую косметику Для нашего рынка Оно очень хорошо отточено На создание качественного И такого полноценного продукта по уходу за кожей Я не могу сказать, что экспортируется Скорее всего, оно охватывает территории России И стран СНГ Частично белая косметика, конечно, привозится Еще и за рубежа Но большая часть делается здесь У Арифлейма появилась... Арифлейм традиционно был силен в сегменте косметики мейкапа Там было много новинок И надо сказать, что компания достаточно быстро и удачно подхватывала Те новинки, которые появлялись на мировом рынке И эксплуатировала эти идеи в своих коллекциях Но последний год у Арифлейма Существенный рывок в части косметики по уходу за кожей Там появились линии на самых современных ингредиентах И гораздо более высокой ценовой категории, нежели это было до сих Вот ценовая категория Анна, скажите, в каких ценовых категориях работают Арифлейм? Сопоставимые цены? Да, сопоставимые Это средний и средний минус Если мы говорим о ценовых сегментах И рассчитаны, соответственно, на потребителей со средним уровнем дохода и ниже среднего А в таком случае они напрямую друг с другом конкурируют? Или все-таки с компаниями, например, с гипермаркетами, в которых есть Shop and Shop Вот где можно тоже приобрести какую-то такую среднего ценового уровня косметику? У них есть конкуренты и в сегменте прямых продаж Это компании Mary Kay, Faberlic и еще... Ну, а в розничном формате у них есть конкуренты? Или все-таки они друг с другом борются как... Это другой формат? Это другой формат торгов И они не пересекаются, да, Сергей? Нет, ну, конечно же, не пересекаются Потому что клиентура-то одна и та же Это российские женщины и мужчины Поэтому, в принципе, в России, надо сказать, что пересекаются все форматы И клиенты, которые ходят в розничные магазины, в сетевые, соответственно, или тем более в гипермаркеты, да, где продается косметика, масс-маркеты в больших количествах Они также покупают и, соответственно, продукцию и по каталогам Поэтому здесь надо сказать, что в России как раз нет жесткой границы между различными форматами Но, тем не менее, сейчас все-таки дороже становится прийти в магазин, в розничный магазин и приобрести себе какой-то парфюмерно-косметический товар в силу девальвации рубля Здесь локализованное производство у Avon, у Ariflame Каким образом это? Удаётся ли им влиять на свои цены? Ну, конечно, размещение производства в России сейчас даёт компаниям очень существенный выигрыш А ингредиенты они где берут? Ингредиенты берут на 95% в России привозные Те же самые, которые покупают любые другие мировые компании Но, будучи на территории России, компании, конечно, могут, может быть, делать более интересный для себя выбор Покупая ингредиенты как из европейских стран, так и из Юго-Восточной Азии В силу нашей логистики позволяет больше играть А есть какие-то особенные ингредиенты и вообще особенный ассортимент, созданный компаниями специально для России? Вообще пересекается ли каталог, например, российских товаров и американский каталог, европейский? Я не могу отвечать в деталях, но думаю, что основные запуски, основных наиболее интересных новинок, они идут как мировые запуски Всё-таки это разработки, в которые вкладывается достаточно много труда, достаточно много усилий и интеллектуального потенциала И, конечно же, они идут повсеместно одинаково А всё-таки сколько, Анна, вкладывают хотя бы приблизительно компании в свои разработки? Есть такая информация? Такую информацию компании не публикуют в своих отчётах, во всяком случае открытых Ну, какие-то оценочные суждения, это 30% от оборота или сколько там? Нет, конечно Нет таких данных Ну, тогда, если мы посмотрим на финансовые отчёты компании за 2014 год, то увидим, что да, вроде-то обороты неплохие, лидирует по оборотам Avon Но всё-таки в убытке находится и одна, и вторая Вот с чем это связано? Ну, это связано у обеих компаний, как и у многих других компаний, с девальвацией рубля, с ростом цен Соответственно, это рост цен на сырьё, которое закупается за рубежом У кого больше цены выросли? Я не могу сказать, я не сравнивала детально цены Avon и Ariflame Я думаю, что примерно порядок роста был одинаковый, темпы прироста, я думаю, на уровне, может быть, 20-30% Сергей, ведь ещё используют компании такой канал сбыта, как интернет Есть в этом перспектива? Ну, на самом деле, онлайн-продажи и прямые продажи – это совершенно разные вещи Вот, поэтому мы не будем их путать С другой стороны, сетевые продажи в России, а уже на Западе это вообще уже давно И в России сейчас, они очень много используют интернета Именно как средство коммуникации между... Привлечения новых представителей И плюс общение внутри своих сетевых ячеек, вот этих пирамид По сути дела, сейчас практически всё идёт через интернет Через интернет-заказы, через интернет-общение Всё в онлайне, в онлайне надо... все платят То есть, практически, скажем, сетевой маркетинг, он как бы практически переместился В основном на программную базу онлайн-серверов А в Америке это уже давно То есть, Avon практически никто не ходит по улицам, там никто не стучит вам рукой в дверь То есть, практически всё уже давно там в онлайн И сейчас и в России очень много общения внутри сети перешло в онлайн Но это не продажи онлайн Продажи осуществляются так же, как, соответственно, и они осуществляются Каталоги тоже можно не брать в руки А просто посмотреть Я бы хотела добавить, что и у Avon, и у Арифлейм есть уже интернет-магазины Но у Avon, например, заказ всё равно доставляется к клиенту представителям То есть, клиент выбирает на сайте всё это, формирует заказ Но дальше это переходит к представителю И представитель уже доставляет это клиенту и с ним рассчитывается А есть ли какие-то планы, например, у этих компаний, у Avon и у Aviflame По, скажем, созданию розничной сети? Нет, это не совершенно... То есть, это другой бизнес Но ведь было когда-то, изначально, насколько я понимаю, Aviflame пришла в Россию Татьяна, как розничная сеть, а впоследствии уже переориентировалась на вот такой сетевой маркетинг Ну, можно я отвечу вместо Татьяны? Потому что я, в общем-то, был участником этих событий Дело в том, что они, конечно, не пришли как розничные сети Они пришли и встали в розничные магазины Это совершенно известный факт На первом этаже Арбат Престижа в Очаковой Барамадный корнер занимала марка Ariflame И она продавалась там как розничная марка Avon не продавался никогда официально в розничной сети Есть, скажем так, пара розничные продажи С ними марки борются Но это как бы другая тема В общем, это другой совсем вопрос Но Ariflame продавался в рознице И они на это делали ставку вначале Но дело в том, что марки сетевых продаж И другие, кстати, марки пытались это сделать Они неконкурентно способны в розничных форматах Потому что там другие правила игры Другие требования к ценообразованию Потому что основной принцип Почему марки розничных продаж дороже Потому что ценообразование строится совершенно по-другому Там учитываются затраты на розницу, на дистрибьюторы На очень много чего В то время как самый маленький коэффициент То есть разница между себестоимостью и розничной ценой Находится именно в секторе прямых продаж Поэтому для тех комичных потребителей Которые хотят купить продукт того же качества Но как можно дешевле Нужно обращаться в прямые продажи Поэтому они, к сожалению Это же тоже трудозатраты и затраты времени Во-первых, вам нужно выбрать Какую косметику, какую марку предпочесть Потом найти консультанта То есть это длинная цепочка Дождаться, пока вам привезут Собственно, ваш заказ Ведь гораздо проще прийти в магазин Попробовать Купил, сразу уже пользуешься Татьяна, все-таки предпочтения потребительские Далеко не всегда так Согласитесь, что с новыми продуктами Особенно которые выходят с инновационными ингредиентами Покупателю не так просто справиться Он может остеяться от новых необычных терминов Которые объясняют какой-то новый эффект Он не знает, хорошо это или плохо Он не знает каких-то последствий Учитывая общую растеянность Перед обилием косметики на рынке Современному покупателю для того, чтобы сделать Осознанный выбор, нужна консультация Именно поэтому Такую же консультацию можно получить и просто в магазине? В специализированном магазине косметики Да, он может получить Там, где цена продукта за 500 рублей Скажем, минимально А в сегменте том ценовом, в котором часто работает сетевой маркетинг В сегменте меньше 500 рублей за продукт То в магазине Ашан он нигде не получит такую консультацию Он должен сам из всего многобазия сделать выбор Поэтому часто люди, которые хотят постоянно советоваться И вообще у многих потребностей Обсудить какие-то проблемы своего регулярного ухода Поговорить Не только дистрибутор, но еще и психолог, можно сказать В какой-то мере, да То есть вот этими ценовыми параметрами и вот такими консультационными Современная косметика требует комментариев А требует ли, скажем, комментариев и вообще чего-то в плане развития бизнеса Еще Эйвен и Эрифлейн Вот какие у них следующие будут шаги по стратегии, скажем так Вот с точки зрения того, что они локализовали производство Видимо, получили от этого тоже какую-то выгоду на российском поприще Теперь следующий шаг должен быть еще какой-то Я думаю, что они продолжат ту стратегию, которая у них уже есть И то, что было отработано в предыдущий кризис Потому что прямые продажи в кризис растут И с этим согласен Сергей Да И сейчас будет с успехом применен весь этот опыт, который компании получили в России Перетягивание потребителя, который ушел из розницы, вот в эти как раз сети Прямые продажи Перетягивание происходит в целом по рынку Это несколько процентов Но учитывая, что рынок все-таки у нас десятки миллиардов долларов То несколько процентов тоже имеет большой вес Ну что ж, давайте посмотрим, как голосовали наши телезрители Где вы покупаете парфюмерию и косметику 15,5% ответили, что в Avon, в Airflame покупают косметику и парфюмерию Более 16%, вот в моменте 16,3% А в розничных сетях и магазинах других 68,2% наших телезрителей покупают парфюмерию и косметику Таким образом, мы видим, что несмотря на лидирующую долю рынка Avon в 28% Все-таки в Airflame наши телезрители ходят чаще Итак, я напомню, что сегодня мы обсуждали двух представителей прямых продаж Avon и Airflame И обсуждали мы их с Татьяной Пучковой Председателем управления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Также в гостях был Сергей Нестерчук, эксперт парфюмерного рынка И Анна Синявская, ведущая аналитик департамента консалтинга РБК С вами была программа «Хрупова лидера рынка» Елена Хрупова И переключайтесь, все вам доброго!